В начале января сиквел «Последнего богатыря» поставил рекорд отечественного проката. Фильм собрал миллиард рублей всего за шесть дней. На момент создания ролика общие сборы перевалили отметку в два миллиарда рублей. Таким образом, в России «Корень зла» стал самым кассовым фильмом посткарантинного проката. Для сравнения, довод Кристофера Нолана за весь прокат собрал у нас 990 миллионов. Всем привет! Меня зовут Илья Бунин. Честно говоря, у меня не было никакого желания ознакомиться с этой франшизой. Достаточно глянуть трейлеры, и уже грустно становится. Но в текущей ситуации игнорировать самый кассовый релиз последних месяцев я не могу. Миллионы россиян занесли этому фильму и его предшественнику огромную кучу денег. Так что я решил разобраться, достойна ли эта франшиза такого внимания, случилось ли возрождение жанра русской киносказки, и какого лешего сюда влезла студия Дисней, а? В общем, давайте разбираться. Погинаем! Думаю, вы заметили, что я собираю коллекционы героев из фильмов и любимых мультфильмов. И сегодня я вам покажу крутую линейку от Hasbro Marvel Legends. Честно говоря, я не ожидал, что они настолько крутые. Посмотрите на эту детализацию и подвижность. У этого Дэдпула в костюме Людей Икс двигается буквально всё. Как, собственно, у Мэверика и остальных. Проработаны все части и даже чехлы под оружие. Думаю, фанаты Marvel будут просто в восторге. Но самое интересное, что в каждой упаковке из коллекции Strong Guy есть его бонусные детали. Так что, собрав 7 героев, вы бесплатно получите ещё одного, которого просто так не купишь. А он офигенный. Также в Marvel Legends есть и другие интересные линейки. С Веномом, Чёрной Вдовой и другими. В общем, если вы хотите сделать кому-то подарок или даже самому себе, то линейка Marvel Legends – отличный выбор, серьёзная. Ссылка в описании. В 2000-х Дисней взял на вооружение новую тактику проникновения на зарубежные рынки. Студия стала вкладываться в производство индийских и китайских проектов без активного вмешательства в творческий процесс. Локальные киноделы сами снимали фильмы с учётом национальной специфики. Но на промо и заставках красовался всемирно известный логотип. В конце нулевых эта экспансия докатилась и до России. В 2009-м вышла «Книга мастеров» – первый российский фильм под лейблом Walt Disney Pictures. Кому интересны эти бабушкины сказки? Фильм получил приличный бюджет в 8 миллионов долларов, а среди актёров было много советских звёзд, вроде Ильи Ахиджаковой и Леонида Куравлёва. Выпырю! Всех выпырю! Тем не менее, вместо обещанного возрождения сказочного жанра, зрители получили типичную российскую халтуру. Например, сказочные интерьеры щеголяли дверями с ближайшего мебельного комбината, хромак и графон делала чья-то собака, отдельные сцены были подозрительно похожи на эпизоды из других фильмов, а элементы звукового сопровождения и вовсе воровали в открытую, причём даже из компьютерных игр. Оторвался от коллективу! Да, кажется, я тебя понял. Фильм, кстати говоря, собрал неплохую кассу, но Дисней впоследствии много лет не вкладывался в российское кино. Интересно, почему. В 2016 студия всё же решила ещё раз вписаться в наше кинопроизводство. Причём речь шла об очередной попытке возродить на больших экранах русский фольклор, который когда-то замечательно обыгрывался в советских фильмах-сказках. Производством последнего богатыря занялась студия Yellow Black and White, основанная КВНщиками и с командой Российского университета дружбы народов. Некоторые из них, кстати говоря, активно пиарили поправки, а сам университет с недавних пор предлагает пройти платный курс натальной астрологии, чтобы освоить новую профессию и войти в положительный резонанс с ритмами космоса. Наука! Среди продюсеров тоже оказалось много интересных людей. Одни делали ту самую книгу мастеров, другие снимали всяких супер-бобровых и холопов. Что интересно, из 17 продюсеров «Последнего богатыря» сразу четверо впоследствии занимались высером под названием «Непосредственно Каха». Режиссером стал Дмитрий Дьяченко, который прославился фильмами с квартетом И, но попутно оставил всякое калище вроде тех же супер-бобровых. В общем, все эти замечательные люди собрались, получили бюджет в 352 миллиона, из которых 50 на безвозвратной основе подкинул Фонд Кино, и взялись возрождать русское фэнтези. Не благодаря. Как утверждает на телеканале «Россия-1», «Первый фильм с ног на голову перевернул наше представление о русских сказках». Не исключаю, что заодно они перевернут в гробу Александра Сергеевича и других видных деятелей, которые когда-то оформили разрозненные народные предания в полноценные литературные циклы. Знаете, в детстве я зачитывался как народными, так и авторскими сказками, основанными на русском фольклоре. Параллельно я ознакомился с прекрасными советскими фильмами, среди которых особое место занимают ленты Александра Роу. Именно здесь гениальный Георгий Миляр воплотил образы Бабы-Яги и Кащея, которые мигом стали воплощением канона. «Иван неждан, незван, повернул избушку, разбудил старушку». С развалом Союза русский фольклор практически исчез из киноанимации на целое десятилетие, что меня совсем не радовало. Тема-то очень самобытная и кинематографичная. Однако богатырь, которого людям впарили под видом «возрождения жанра», оказался жалкой, совершенно бездарной имитацией. «Прости меня, тупая шутка получилась». Историю выстроили вокруг шарлатана из «Битвы экстрасенсов», который два часа бегает вместе с персонажами русского фольклора под зарубежную попсу. Большей фальши и придумать сложно. Безумная безвкусица. Как ни странно, в отличие от большинства российских фильмов, «Последний богатырь» не пропагандирует деструктивные идеи. Но как художественное произведение, он бездарен от и до. Тупейший сюжет, убогие шутки, картонные герои, хреновый грим, вырвиглазный графон. Правда, режиссёр считает иначе. По его словам, у них и Баба Яга получилась более обаятельной, чем у Миляра. И дух приключений не хуже, чем в «Пиратах Карибского моря». Ну да, ну да. Вишенкой на торте стало заявление о том, что кринжовый водяной в исполнении Бурунова получился не хуже, а местами и лучше Дэви Джонса. Что ты сказал, повтори. Если верить режиссёру, персонаж сделан столь качественно, что некоторые люди даже не понимают, что это компьютерная графика. Хотел бы я посмотреть на этих людей, да только вот скорее всего они существуют лишь в его воспалённом воображении. Ну, пока только так. Пожалуй, из всех причастных к проекту на славу поработали только пиарщики. Россияне сделали фильму-кассу в 1 миллиард 732 миллиона рублей. И всё? И что, никаких там заклинаний типа «Ахалай-махалай»? Та же команда с энтузиазмом взялась за сиквел, бюджет которого вырос до 650 миллионов рублей. Как водится, соточку авторам подкинули из фонда кино, точнее, из наших налогов. И снова на безвозвратной основе. Хотя сборы первой части позволяли обойтись вообще без господдержки. Удивительно, не правда ли? Нет. Сюжетная завязка столь гениальна в своей простоте, что я могу привести её почти дословно. Жил-был добрый волшебник. А потом он умер и стал злым. Надо спасать Белогорье. Замечательно. Поразительно. Гениально. На счастье местных жителей, шарлатан из первого фильма прописался рядом. В избе повышенного комфорта с микроволновкой и прочими девайсами из нашего мира. На первый взгляд, это должно работать в пользу юмора, который строится на столкновении несовместимых атрибутов разных эпох. Этот подход много раз использовался в фильмах о путешествиях во времени. Достаточно вспомнить «Назад в будущее» или тех же «Пришельцев». Но мы-то с вами смотрим российское кино. В нашем случае юмор – это прикрытие, за которым обнаруживается, в лучшем случае, банальная реклама. И вы будете смеяться, но на самом деле авторы продемонстрировали небывалый рост. Тут они хотя бы шутки из себя давить пытались. А в первом фильме вообще забили на все приличия и просто врезали полноценный рекламный ролик со стиральной машиной прямо посреди повествования. Стирать всё надо. Гарри. В общем, богатырю вновь приходится покинуть зону комфорта, чтобы спасти Белогория от злого колдуна. Сюжетную формулу один в один передрали из первого фильма. Герои снова прутся весь фильм хер знает куда и снова борются за меч-кладенец, без которого нельзя одолеть злодея. У меня есть одно обстоятельство в виде... Вот это выдевается. Этот сюжетный выкидыш зачем-то растянули на два часа, которые создатели мучительно пытаются заполнить каким-то подобием отношений между главными героями и высосанными из пальца конфликтами. Для этого вводится невероятно тупой любовный треугольник. К Василисе подкатывает богатырь Финист. Василиса весь фильм его динамит и прямым текстом говорит Ивану, что ей нужен только он. Иван включает режим истеричного долбозвончика и обвиняет Василису в том, что она шкура. Я очень сильный и тупой человек. Нет, нет, Финист, ты очень классный. Несмотря на то, что ты такой тупой, у тебя есть силушка богатырская, не то что этого Ваньки, у него только интеллект и чувство юмора. Вся эта хренатня тянется до конца фильма, а потом за пять минут они все мирятся, побеждают злодея и живут счастливо. Кэпи-энд! Также в ассортименте есть флирт между Бабой Игой и Водяным, который, по мнению авторов, гомерически смешон сам по себе. Есть боевой колобок в озвучке Харламова, который вместе с Водяным Буруновым умножает кринж на 10 в девятой степени. Колобок. Колобок. Колобок? И есть Кощей, который в сиквеле превратился в главный источник юмора. Само собой, юмор этот специфичный для людей с особенностями развития. Кощей вытащили из царства мертвых, и он ничего не помнит. Но по желанию левой пятки сценариста, он вспоминает важную информацию, когда его бьют по голове. Так что на протяжении всего фильма остальные персонажи лупят бедного Кощея по башке, и авторы явно предполагают, что это должно быть смешно. Гайдаль какой-то! Вообще, я давно заметил, что наши сценаристы страдают особо тяжкой формой недуга. Они свято верят, что чем чаще ты повторяешь одну и ту же шутку, тем смешнее она становится. Но эти пошли еще дальше, им было мало повторять шутки в рамках одного фильма. Они взяли единственную, более-менее забавную сцену из первой части, где Иван танцует для Чудо-Юда. И два-три раза повторили этот гэг в сиквеле. Смешно тебе? В принципе, об идейной части фильма сказано достаточно. Беспросветное уныние и фальшь сочатся в каждой сцене и в каждом диалоге. Верить в происходящее и сопереживать героям просто невозможно. В лучшем случае тебе на них просто насрать. Но может это хотя бы частично компенсирует «вах-блокбастер», о котором говорил режиссер. Здесь есть блокбастер, в котором есть «вах-размах». Вот вроде бы деньги были, бюджет в фильме все же чувствуется. Здесь есть и натурные съемки, есть масштабные декорации, много экшн-сцены, эпизодов с большим количеством массовки. Но все это меркнет и бледнеет на фоне проебов, которые просто в голове не укладываются. Когда ты смотришь на этого колобка, на богомерзкого водяного, на пластиковый совершенно неорганичный грим Кащея и Баба-Яги, возникает лишь один вопрос – как? Нет, ну как, ну как? Я вас нихуя не понимаю! Как можно было сделать настолько всратый видеоряд в 2020 году, обладая такими деньгами? Вы чё, во всей России не могли путёвого гримера найти? Блин, косплейщики из Инстаграма в домашних условиях сделали бы лучше. Хотя о чём тут вообще говорить, если этот дядя в конце 2020-го на полном серьёзе считал своего водяного прорывом в области визуальных эффектов. Для меня очень важно с шашкой бросаться на те вещи, которые абсолютно все говорят – да ладно, это не получится. Или типа, ну чё-то мы не верим, что получится водяной, говорили на первом фильме. Чтобы Бурунов, ну ладно, сыграет, хорошо, но чтобы этот зритель верил, что это персонаж. Достаёшь шашку и говоришь – я верю! И подскакал. И во втором и третьем фильме много таких вещей, которые, казалось бы, ну как их сделать? Никто не знает как. Ну ты всей группы, всех, эх, подскакали, побежали и сделали. Короче, я не знаю, куда они там всей съёмочной группой подскакали, но вместо фильма у них, как всегда, получился позорный кал. И я понимаю, что люди, возможно, увлечены процессом, и что, возможно, делали на пределе своих возможностей. И я бы, наверное, даже схавал, закрыл глаза на все эти ужасные кадры, кринж. Если бы герой был не дебил, а история была бы увлекательно выстроенной, без фальши. Ну невозможно смотреть с интересом, когда главный герой настолько необаятельный, глупый, а его отношения с окружением возникают по омановению волшебной палочки и вообще не развиваются. Знаете, не хочется в лоб сравнивать с шедевром Питера Джексона, не тот масштаб, но всё же, если говорить о истории, то у Питера ты не чувствуешь фальши, потому что история подаётся очень серьёзно. Главный герой в лице Фродо, и остальных выглядят живыми и чувственными. Общаются как нормальные люди, ты не сомневаешься в них. Юмор, если и был, то всегда уместный. Гимли и Леголас изредка перебрасывались остротами. Блин, о чём я вообще говорю? Не думал, что умру, сражаясь бок о бок с эльфом. А как насчёт бок о бок с другом? На это я согласен. Последний богатырь – это ещё одно маленькое зеркальце в огромном витраже, отражающем полное вырождение русской культуры. Вся наша страна – это одна сплошная имитация. Имитация достижений, имитация политической жизни и выборов, имитация свободы прав человека, имитация гражданских институтов, имитация образования, медицины и далее по списку. Кинематограф в целом и последний богатырь в частности ничем не отличаются. Это тоже имитация искусства. Это не фэнтези, это не фильм-сказка и даже не развлекательный блокбастер. И уж тем более это имеет никакого отношения к настоящему русскому фольклору. Это его жалкая пародия, бездарная, унылая имитация, пытающаяся косить под западный экшен чё-то там фэнтези-фильм. Проще говоря, говно на палке. Кстати говоря, его триквел снимали параллельно со второй частью, так что скоро ещё говнины подкинут. Не прощаемся.